Учебная перемога Порошенко, политика. Рисунок к статье. 4 февраля 2015 года, 21.7, Василий Ваньков, текст-фото-видео. Учебная перемога Порошенко. Киевские историки мечтают о реваншу России к 70-летию победы над фашизмом. Тема, кризис на Украине, день победы на Украине больше не праздник. Министерство образования и науки Украины разослало починенным инструкцию по радикальному переформатированию трактовки истории Великой Отечественной войны. Как следует из документа, 8-9 мая 2015 года Украина отметит не день победы, а дни памяти и примирения из 70-летия завершения войны в Европе. По логике украинских чиновников, термин освобождение предусматривает свободу, а в 1944 году Украина не стала свободной. С изгнанием нацистских оккупантов Украина не получила свободы, а оказалась под другим гнетом, результатом которого стали массовые репрессии и депортации. Волю и свободу украинский народ получил только после 24 августа 1991 года, освобождение Украины началось только с распадом Советского Союза. Соответственно, вместо устоявшегося термина «Великое Отечественное», как на цивилизованном Западе, «Вторая мировая», которая, можно подумать, лишь по касательной прошлась по Украине, унеся жизни 10 миллионов человек. Война с нацизмом началась для украинцев с сентября 1939 года, в то время когда Третий Рейх и СССР сотрудничали как союзники, подводя от базу ревизионисты. Хотя, как известно, нацисты пришли в Галицию в июне-июле 1941 года, и львовские националисты встречали их цветами и приветствиями фюреру. Далее указывается, что изгнание нацистов с Украины стало возможным благодаря объединенным усилиям всей антигитлеровской коалиции и освободительных антинацистских движений. Здесь, видимо, имеется в виду все та же ОУНУПа, примечание СП. Без общих усилий не было бы общей победы. Генеральный директор Центрополитической конъюнктуры Сергей Михеев считает работу Минкульта Украины частью проекта по переформатированию сознания нации с целью ее дальнейшего использования в качестве пушечного мяса в будущей открытой войне Запада с Россией. Из курса истории исключается не только тема общей победы, но и весь российский и советский период. В основу кладется миф о древней земле у кров, которая никогда не имела отношения ни к России, ни к русским. Кроме того, мол, большой брат всегда пытался поставить Ниньку на колени. РФ подается как исключительно враждебное государство. Главная задача – обосновать незалежность древнего украинского государства, которого на самом деле до 1991 года, включая небольшой промежуток времени в период гражданской войны в начале 20 века, в самостоятельном виде никогда не существовало. СП, минус Великая Победа над фашизмом, помимо русского языка, это сегодня почти единственное, что объединяет русский мир. Бьют прямо в солнечное сплетение цивилизационной общности. Разумеется. На самом деле, не стоит драматизировать, русских и украинцев объединяет очень многое. Великая отечественная цена не только тем, что она закончилась общей победой. Крушение нацистского режима – это общепризнанный в мире позитивный факт. Мифы составляют часть общественного сознания в любой стране. Но они все-таки выступают выражением реальности. А на Украине процветает махровое мифотворчество. Потому что это уже не имеет ничего общего с действительностью. СП, минус если отрицаются объединяющие ценности, подчеркиваются различия, сразу вспоминается нетлен как учму Украина, не Россия, дело стравливания двух братских народов в гражданской междоусобице заметно облегчается. Киевские марионетки воспитывают поколение, у которого даже в мыслях нет, что русские и украинцы имеют что-то общее. Неявно проводится мысль, быть врагами и убивать друг друга – наше обычное занятие. СП, минус апеллировать к международной общественности бесполезно. Вы посмотрите, несмотря на волынскую резню для польских политиков-атлантистов важнее вильнуть хвостом перед своими заокеанскими спонсорами. На самом деле никаких особых принципов у Запада никогда не было и нет. Если им выгодно самое отвратительное маргинальное явление, вроде радикальных фанатиков на Ближнем Востоке или неонацистов в Киеве, они будут закрывать на это глаза и прикрывать нос надушенным платочком. Отсутствие реакции со стороны Запада на очередной демаршмен культа Украины лишний раз подчеркивает, что вся эта болтовня про принципы и идеалы – чисто маркетинговый ход. А на самом деле все решения принимают исходя из конкретной геополитической выгоды. К сожалению, Россия не очень много может сделать в этом плане. Да, можно выходить на самые высокие международные трибуны с призывом раскрыть глаза на происходящее. Но, как показывает практика, это ни к чему не приводит. Нам важно поддерживать эту историческую правду в своей стране. И по возможности – транслировать ее вовне. Хотя ясно, что без смены власти в Киеве ситуация на Украине не изменится. Пока у власти те, кого можно назвать пеной Майдана, все так и будет продолжаться. Украина должна переболеть. Неудивлен курсом, который взяли киевские власти на выстраивание врага в образе России, и директора Института стран СНГ Константин Затулин. Они прекрасно понимают, что результат войны, которую ведут против собственного народа, может оказаться плачевным. Поэтому и торопятся успеть одержать хотя бы моральную победу над Великой Победой. Задним числом. Честно говоря, не очень хочется обсуждать фантазии не совсем здоровых людей. Особенно потому, что я сейчас в Ливаде и послучаю 70-летие Ялтинской конференции. Юбилей – хороший повод задуматься о нелепом занятии, когда некоторые сами торопятся вычеркнуть себя из числа победителей в войне. Соответственно, не могут претендовать на то, чтобы пользоваться плодами победы. СП – а ведь Украина в территориальном плане во многом и воспользовалась плодами той победы. Конечно. Помимо Западной Украины, Закарпатия, Северной Буковины и Южной Бессарабии УССР после войны получила членство в Совбезии ООН. Собственно говоря, переход Крыма в состав РФ – элемент ревизии итогов Второй мировой войны. Причем, ревизия опять же была спровоцирована действиями Киева и политикой Запада. СП – минус справедливости ради, в течение последних 20 лет самостийный ревизионизм, шествия ветеранов ОУНУПа, драки с ветеранами Великой Отечественной войны, попытки сноса советских памятников, происходил с молчаливого согласия российских политиков, которые делали ставку на экономическую выгоду. Мы десятилетиями продавали газ с большим дисконтом потому, что не отделяли себя даже в ценовом вопросе от Украины. Но все это не оценено. Молодое государство закостенело в своем эгоизме. Не только по отношению к России, но и почти к половине собственных сограждан, которых начали активно ассимилировать. Промывание мозгов – элемент того, о чем мы сейчас говорим. Вот почему я не думаю, что Донбасс отойдет к Украине на принципах унитарного государства. Правда, для оголтелых сторонников единой и неделимой это достаточное основание, чтобы убивать. Военный историк из Института российской истории РАН Владимир Невижен предлагает воспринимать инструкции Минкультуры Украины как элемент информационной войны. А на войне, как говорится, все средства хороши. Новые власти на Украине не брезгуют никакими средствами, чтобы демонизировать образ России. Вменяемые люди с Украины рассказывают, что информационное пространство в ней полностью перекрыто. Услышать альтернативную точку зрения просто невозможно. Российская информация ни в каком виде туда не проходит. Это облегчает задачу зомбирования населения. Мы не можем этому воспрепятствовать. Фото – Михаил Озерский, ТАСС. Субтитры создавал DimaTorzok